Как получить максимальную пользу от своей любимой дачи, поместья, участка, домика в деревне с кусочком земли? Разумеется, мы можем купить рассаду, мы можем купить семена в магазинах про цветок и высадить какие-то грядки, какие-то зеленые изгороди, клумбы. Но у нас же остается очень и очень много места, которое можно тоже использовать с пользой для своего организма, если знать, как это делать. Одним из вариантов такой пользы может быть засевание полезными целебными сидератами всей свободной почвы. И я очень люблю засевать свой участок клевером. Его семена сейчас можно купить, это не проблема. Семена есть и белого клевера, и красного. Более целебным являются именно цветочки, вот эти красные пушистые головочки красного клевера. Берется он с удовольствием, растет достаточно неплохо, достаточно его один раз посадить, и потом он размножается сам по себе. И радует и глаз, и обоняние, и наше здоровье. Эти чудесные розовые цветочки являются отличным медоносом, привлекают пчел на наш участок. А мы знаем, что пчелы, они опыляют, оплодотворяют наши растения на грядках, наши фрукты, наши овощи, наши плодовые деревья. А это очень важно, потому что опыление пчелами повышает на 30-50, а кто-то считает даже, что и на 80%. И вот высаженный на участке клевер будет привлекать на наш участок пчелок, соседских или диких, но в любом случае это будет огромная польза. А когда этот клевер зацветет, мы можем собирать его розовые пушистые головки и использовать для своего здоровья. Не знаю, кто-то из вас пробовал, не пробовал кушать вот эти вот цветочки в детстве. Они сладенькие, они очень вкусные и приятные на вкус. Цветочки акации, цветочки сирени, цветочки клевера. Я более чем уверена, что наше детское, бессознательное, вот такое подсознательное «я» тянулось к тому, что считало полезным для своего организма. Оказывается, действительно так. Клевер исключительно целебен, и его действие очень и очень мягкое. Заключается оно в том, что он содержит малые совершенно дозы фитоэстрогенов, витамины, микроэлементы, антиоксиданты, которые препятствуют старению. Старению нашего организма, старению наших сосудов, старению нашего сердца. Экстракты красного клевера, чай из него, сок, если кому-то понравится, очень и очень неплохо снижают уровень холестерина в нашем организме. Заваривая столовую ложку клевера где-то на 350-400 мл кипятка и выпивая этот стаканчик за 2-3 дня регулярно в течение всего сезона цветения и засушив какое-то количество на зиму, мы вполне можем держать под контролем свой уровень холестерина. Разумеется, предварительно проконсультировавшись со специалистами. Можно более активный вариант сделать, если у вас клевера где-то достаточно много, а он растет и в дикой природе, его высаживают и колхозные поля для того, чтобы собирать силос. Возможно, у вас где-то под руками будет такая счастливая возможность. Собирая клевер, из него можно получать сок. Пропуская его через блендер с небольшим количеством воды или соковыжималку, сока достаточно совершенно немного. Чайная ложка 2-3 раза в день помогает настолько эффективно запустить омолаживающие процессы в организме, что у женщин даже приостанавливается появление седины. Когда я пробовала вот таким образом первый раз использовать клевер, у меня на висках среди белых вот таких вот конкретных волосков начинали появляться серые. И держалась все то время, пока я пила вот этот вот сок клевера. По чайной ложечке 2 раза в день вполне и вполне достаточно. Очищает сосуды от холестериновых бляшек великолепно наш клевер. Успокаивает, опять-таки, за счет тех же веществ тоже наш клевер. У кого-то есть проблемы с нервной системой. У кого-то есть повышенное давление. Клевер в данном случае тоже достаточно неплохо помогает справиться с этой проблемой. Все то время, пока мы используем клевер, как для внутреннего потребления, так и для наружного, наш организм оздоравливается, омолаживается и очищает. И, что очень важно, это растение очень мягкое. Оно практически не имеет противопоказаний. Какая-то онкология в активной фазе, возможно, будет ему противопоказанием. Возможно, какие-то, скажем так, молодые, горячие, юношеские порывы молодых мужчин, может быть, тоже будут противопоказанием. Почему? Потому что, хоть и в небольшом количестве, но клевер все-таки содержит фитоэстрогены. И при регулярном применении, достаточно обильном, он может вызывать небольшое снижение лебедо у мужчин. Но, согласитесь, когда речь идет о стенокардии, о профилактике инфаркта, то, наверное, лебедо можно вот на время на какое-то немножечко отодвинуть в сторону. И что мы можем еще сказать о клевере? Очень хорошо он помогает в косметологии. Когда начинается только лето, мы еще не обзавелись роскошным загаром, витаминами, которые нам поставляют ягоды и фрукты с нашего участка, кожа требует заботы и ухода. Заваривая настой клевера, и его можно заварить из расчета где-то столовой ложечкой на стакан воды для наружного применения, настоять где-то 2-3 часика и потом процедить. И заморозить формочки для льда. Убрать в морозилку и, доставая вот этот вот кубик клевера, протирать им лицо. Очень хорошо подтягивает морщины, очень хорошо подтягивает поры. Кожа омолаживается, становится мягкой, ровной. Очень неплохо он помогает осветлить пигментные пятна и в целом подтянуть, разгладить морщинки. Вот за счет своих антиоксидантных свойств клевер очень и очень в данном случае хорошо работает. Очень хорошо отваром клевера споласкивать волосы после мытья. За счет тех же фитоэстрогенов клевер помогает укреплять корни волос. Они не так сыпятся. И он помогает придавать им блестящий, шелковистый вид. Смотрите, такой вроде бы, казалось бы, невзрачный и обильный дикорос. Сколько пользы он приносит нашему организму. Клевер можно не только пить в виде чая и сока, а можно также применять в пищу. Вот этими сладкими красивыми головочками можно украшать, например, свои салаты. Не больше 1-2 головочек из расчета на человека. Листочки клевера, причем как белого, так и красного. Также можно использовать в виде салатов, в виде высушенного и смолотого порошочка в зимнее время. Для заправки тех же омлетов, щей, борщей, тушеных овощей. То есть, как мы добавляем, скажем, сушеный укроп, сушеную петрушку, точно так же мы можем добавлять продукты в свою пищу, приготовленные блюда, порошок наших дикоросов. На самом деле это очень простое и очень мощное эффективное средство оздоровления. И в случае с клевером это нам важно почему? Потому что с возрастом, особенно когда возраст переваливает за 45, 50, 55, такие вещи, как повышенный холестерин, жесткие сосуды, головные боли, давление становятся нашими постоянными спутниками. И здесь не получится так, что вот попил немножко, как бы седину прогнал, морщинки разгладил на лице и все, можно бросить. Нет, чаще всего травы для здоровья, так же как и препараты, например, гипертоники, диабетики, мы будем вынуждены применять постоянно. Или какими-то курсами, как обычно мы травы принимаем. Три недельки пьем, неделя перерыв, три недели пьем, неделя перерыв, три недели пьем, неделя перерыв и потом перерыв месяц. Это схема приема для всех трав, которые необходимо принимать постоянно. И клевер точно в таком же режиме можно применять вот для своего оздоровления. Летом в виде сока, зимой в виде отваров и в виде вот такого вот порошочка, которым мы будем заправлять наши блюда. Итак, если у вас осталось какое-то свободное местечко на вашем поместье, на вашей даче, после того, как вы засадили все свои грядочки и клумбы плодово-овощными растениями, рассадой, саженцами из магазина «Процветок», вы вполне можете на оставшихся участочках посеять клевер. И ваша мягкая, вкусная, красивая аптечка будет всегда с вами и будет заботиться о вашем здоровье.